Раньше просто спускались, теперь видите ступеньки такие, тысяча ступенек, тропинка тысячи ступенек. Тема, которую я сегодня хотел бы обсудить, обычная тема, думаю кому-то может быть интересная. Но сразу скажу, что это исключительно мое мнение, просто мое мнение, и оно не претендует на истину, я по большей части это снимаю для себя в будущем. Мне интересно будет посмотреть, ну не то, что например так будет, а то, что идет ли к этому, вот типа так. В общем тема называется будущее вещей, это телефоны, это машины, мотоциклы, общественный транспорт, дома, вообще все вещи, холодильники, телевизоры, все короче. Вот, и на эту тему хочу поговорить, что нас ждет. Натолкнула на это размышление меня ситуация с хлебопечкой. Хлебопечка Panasonic, которой у меня уже около пяти лет. Да, я думаю, что многие знают, что это касается и не только бытовой техники, это касается автомобилей, это касается вообще всей сферы нашей жизни. А именно запланированное устаревание. Вот это запланированное устаревание я увидел в хлебопечке, которой пользуюсь, вот, и натолкнула на размышления относительно будущего этих хлебопечек, будущего автомобилей и вообще будущего всей техники. Прекрасно понимаю, что производителю той же хлебопечки или стиральной машинки, или автомобиле невыгодно работа его товара долго. Например, там, 10 лет, да, ему просто это не выгодно. Он произведет товар, продаст его, а клиент к нему не придет еще 10 лет. Очень круто, прикиньте, 10 лет, 20 лет, 30 лет, все, человек купил машину, и больше он к этому производителю не ногой. Ну, производителю это не то, чтобы неудобно. Производителю надо платить налог, производителю надо платить зарплату работникам. То есть, получается, у производителя очень много обязанностей, которые он должен, которые он взял на себя, и он должен их реализовывать. Поэтому, в принципе, его можно понять, почему он делает запланированное устаревание в технику. Но, на самом деле, все дело не в том, что обязательства эти надо выполнять, а в том, что система, именно система товара денежных отношений подразумевает отчислять налоговые сборы в государство. И если клиент не придет через какое-то время к этому производителю товаров, то со временем данная производственная база, завод, закроется. Вот, поэтому запланированное устаревание сделали. Это, конечно, галяк. Причем галяк конкретнейший. Чисто технически можно было бы сделать систему, которая бы подразумевала использование тех же холодильников и хлебопечек, можно сказать, очень долго. Например, можно было бы сделать... Ну, вот на примере ведерка, да, у нас там тефлоновое покрытие слезло. Можно было бы сделать просто из нержавеющей стали. И оно бы было, можно сказать, вечным. Если бы взять систему, где оно крутится, там есть... Короче, не буду вас перегружать. Просто систему, где крутится, вращается вот эта крыльчатка, можно было бы сделать съемной. Она и есть съемной, но можно было бы сделать ее съемной, качественной, чтобы ее можно было бы покупать раз в 10 лет или 20 лет. Вот. И таким образом хлебопечка действительно могла бы служить десятилетие, может быть, даже двадцатилетие. Ничего бы с ней не было. Но у нас все сделано так, что десятилетие она служить не может, да и не будет она служить такой срок. Мне пришла в голову мысль, что в будущем не будет техники, которая будет ломаться. То есть телефон не будет ломаться, хлебопечка не будет ломаться, машины не будут ломаться, холодильники не будут ломаться, телевизоры не будут ломаться. Все будет сделано с запасом, все будет сделано с огромным качеством. Вот и КАБ будет хорошо работать, отдел технического контроля. Ну и в общем качество товаров будет на уровне. Но! Как же тогда быть производителем? На самом деле все будет продаваться как услуга. То есть холодильник будет продаваться как услуга, телевизор будет продаваться как услуга, мобильный телефон будет продаваться как услуга, машина будет продаваться как услуга, дом будет продаваться как услуга. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Смотрите, то есть, к примеру, вы заезжаете в пустой дом или в пустую квартиру вместо вашего обитания. То есть вы заезжаете, например, в квартиру, которую вы арендуете. У вас есть домоуправители, которые занимаются коммунальными услугами в виде подачи воды, подачи газа, подачи света, отвода воды, подачи тепла. И, я думаю, это понятно, коммунальными услугами. Но, по факту, хозяевами квартиры будут именно вот эти конторы, которые будут вам сдавать эту квартиру в аренду. И таким образом, вы заезжая в квартиру, помимо того, что вы получаете услуги в виде тепла, в виде газа, в виде света, в виде воды, вы еще нуждаетесь, естественно, в еде, где ее хранить. Вы нуждаетесь в досуге, как его проводить. Вы нуждаетесь в общении через интернет, например. И звоните в контору, которая, например, предоставляет услуги холодильного оборудования и говорите, мне нужен холодильник. Вас спрашивают, а на сколько вам нужен холодильник? Вы говорите, ну, литров там на 30, на 40, на 50, ну, короче, на 100. Сколько вам надо? Они говорят, хорошо, данный холодильник будет обходиться вам, к примеру, чтобы это было понятно через много лет, в 20 долларов в месяц. Допустим, да, в 20 долларов в месяц. Что в эти 20 долларов входит? В эти 20 долларов входит то, что вам привозят холодильник, ставят вам его домой. И если он поломается, вы звоните в эту контору и вам его обслуживают бесплатно, ну, в смысле, бесплатно. В 20 долларов это все входит. И 20 долларов вы платите постоянно. То есть, постоянно, регулярно вы платите 20 долларов за ваш холодильник. Кто-то скажет, офигенно, я бы с удовольствием так сделал. То есть, прикиньте, я плачу всего лишь 20 долларов за холодильник, но на постоянной основе. И вообще не парюсь на протяжении всей своей жизни, что у меня там сломается или не сломается с этим холодильником. Будут какие-то нюансы или не будут. Да, в какой-то степени это прикольно. Но давайте пойдем дальше. Телевизор. Такая же самая фигня. Допустим, стоить он будет 10 долларов. Естественно, это сам телевизор. Без подключения услуги каналов. Ну, и каналы там, может, 5 долларов. Или, может, те же 10 долларов. Итого 20 долларов телевизор. Тоже он не будет ломаться. Тоже вы звоните в компанию, которая предоставляет услугу телевидения. Спрашивают у вас, сколько диагональ телевизора. Вы говорите, там, 20 дюймов, 30, 40, 50, 60. Сколько телевизоров? 1, 2 или 3. Ну, и, соответственно, говорят вам сумму за этот телевизор, которую вы должны будете оплатить каждый месяц. Вы, класс, платите эту сумму. И также поехали дальше. Машина. Машина тоже покупается как услуга. То есть вам нужно ездить из пункта А в пункт Б. Я, кстати, даже сомневаюсь в том, что в дальнейшем будет возможность управлять автомобилем. Скорее всего, вы будете в него садиться, вводить координаты, ну, то есть начало маршрута, соответственно, там, где вы сидите. Окончание маршрута, то куда вам надо адрес. И, короче, в машине даже своей, якобы в своей, вы будете все равно пассажиром. Она вас будет вести по автопилоту. И тоже она не будет ломаться. Ну, то есть, вы не будете задействованы в ремонте и автомобиля. Вы звоните в управляющую компанию. Она вам начинает его, ну, берет на ремонт. Даже вполне возможно будет давать на замену автомобиль. А вы будете просто оплачивать каждый месяц услугу автомобиля. 200 долларов, 100 долларов, в зависимости от самого автомобиля. Ну, соответственно, минус топливо. Топливо вы будете покупать отдельно. Это я так думаю. Возможно, будут какие-то пакеты, типа, все включено, любой километраж и так далее и тому подобное. Все сопутствующие другие приборы, которыми мы пользуемся, будут сделаны таким образом, чтобы их можно было бы легко перерабатывать. То есть, например, обновится телефон по виду, по дизайну, да. Вы захотите новый телефон, вы опять же заказываете услугу. Возможно, скажут, вот, новый телефон. Вы платили там 20 баксов за телефон. Будете платить 23, и у вас будет новый телефон. Вы такие, о, класс, буду платить. У меня будет новый телефон. Вы берете этот новый телефон. Ваш старый телефон забирают на переработку. И вот в этой переработке телефона просто аккуратненько будут производители, то бишь заводы, которые произвели этот телефон, перерабатывать каждую деталь для того, чтобы сделать последующий телефон новой марки, за которую вы также будете больше платить, ну, соответственно, из старых деталей. Ну, а что у нас? Все металлы Германии, например, Кремний, все это, я думаю, что технологически наши производители вполне могут это все переработать в сырье, которое будет впоследствии потом использовать в новых гаджетах. Что произойдет в таком случае с производителями? Производители смогут спокойно смотреть в завтрашний день, они скажут, смотрите, как круто, мы можем оплачивать зарплаты, мы можем платить налоги, мы можем платить обязательства, которые мы взяли перед кредиторами, ну, то есть, все вроде бы получится нормально. И какая, прикиньте, радужная перспектива будет для производителей? Да просто офигенная алхимия, блин, в действии, то есть, у них из-за фигни получилось золото производить из свинца, да? Но на самом деле, что будет с потребителем? А вот здесь я вам хочу рассказать не совсем радужную картину. У какого потребителя есть деньги? У того потребителя, который эти деньги имеет. А какой потребитель имеет деньги? Который их зарабатывает. Или создал денежные потоки, ну, и, соответственно, тоже зарабатывает. Так вот, если человек не сможет зарабатывать, или чем-то будет неугоден работодателю, или на работе что-то у него не получится, он получит какую-то там травму. Не, я понимаю, что чисто технологически данная тема вполне, может так быть, тоже обыграется в законодательстве. Но это другой вопрос. Просто все это ставит под огромную зависимость самого человека. Здесь вырисовывается следующая проблема. Проблема заключается в том, что человек, обычный работник, не может чувствовать себя в безопасности. Ну, то есть он не может себе сказать, что я вот себе заработаю на квартиру, или я себе заработаю на машину, даже на телефон или холодильник. Потому что, будучи все арендованным, перестанет быть в его властности, в его собственности, тогда, когда он перестанет за них платить. Потому что, по факту, данная техника изначально не его. Он платит за нее арендную плату. И если поначалу это будет казаться очень прикольным, ну, допустим, на работе какой-то, на которой вы устроились, работодатель говорит, у тебя зарплата там тысяча, полторы тысячи долларов. И ты такой, вау, круто. И приходишь там, считаешь, холодильник, машина, да, там, телевизор, телефон, ну, там, 500 долларов на все про все. И ты такой, блин, класс, у меня еще 500 долларов сверху. Но по факту, пока ты молод, полон сил, энергии, пока у тебя далеко идущие планы, и ты себе ни в чем не отказываешь, потому что ты молодой, ты смотришь на это как бы сквозь пальцы, говоришь, круто, у тебя вот это все ты оплатил, и на 500 долларов еще можешь в кафешке посидеть, можешь, например, в ресторан какой-то сходить, в 5D кинотеатр или на картингах покататься. В общем, можешь поразвлекаться как-то. Но когда ты станешь более, скажем так, в преклонном возрасте, получается, что из всего того, что ты себе построил, а все, что ты можешь себе построить, это только количество денег, которое ты заработаешь, и потом сможешь опять же оплачивать за те услуги, которыми у тебя и являются все твои вещи. То есть тебе нужно накопить как можно больше денег. Понимаете? А это дает тебе некую незащищенность. То есть ты, получается, зависишь от денег. Ты зависишь от банка, в котором лежат деньги. Ты зависишь от работодателя, который тебе гарантирует оплату твоего труда. Ты зависишь от финансов во всех смыслах этого слова. То есть ты не можешь себе полностью сделать что-то, чтобы было твоим на всю твою жизнь. Ну, например, ты не можешь себе построить дом, ты не можешь себе завести какое-то там хозяйство или купить машину или даже купить телефон, потому что все будет реализовано через облачное хранилище, через услуги. И так или иначе ты все равно будешь вынужден платить аренду даже за тот же холодильник. И все это будет оправдываться тем, что производителям бытовой техники нужно как-то выживать, нужно как-то реализовать свои старания в производстве новых вещей, как-то оплачивать налоги, оплачивать зарплаты. И, конечно, там будут какие-то пафосные речи в виде того, что вы же понимаете, нужно же стараться, иначе мы закроемся, иначе у нас не будет перспективы к развитию и так далее и тому подобное. В общем, перспектива не радужная, но тем не менее, я думаю, что будущее наших вещей – это именно вещи как услуга. В какой-то степени это делает человека более зависимым. А я, конечно, больше за независимость. Чем больше мы от чего-то зависим, тем больше теряется смысл стремления к чему бы то ни было, потому что зависимость заставляет нас двигаться в том направлении, в котором мы зависимы, чтобы просто зависимость этого оплатить. Спасибо.